О, слышно. Здарова, ДВС. Здарова, здорово. Ну что, что будешь сливать? Здарова, жулики. Привет. Ну ладно, молодец, я люблю людей с таким настроением. Сейчас будем открывать. Рассказывай, сколько у тебя всего на слив. Ну вот на этом аккаунте лям 600 только накопил, особо не играл. А у тебя несколько арков? На ру сервихе. Это евро. А, это евро. И еще на ру есть, да? А на ру сколько? Там лям 400 я уже слил, не удержался. Выпало что? Выпало тхи тысячи золота и 2 М3. Не выпало ни контейнер. Блин, ну я думаю, что у меня шансов нет, честно говоря, потому что на этот Новый Год так повезло, страшно. Считы хи контейнера открыл за 2,5 миллиона. Так, ну тут практически все есть. Короче, золото будешь сливать, не будешь? Не, не буду, я противник того, чтобы сливать золото. О, как повезло, сразу. Три знака припинания, рили. Короче, лаки очень строг. Очень строг, ребят. Вот, я, конечно, против такой строгости. У нас, я так понимаю, парни, модераторы борются за звание лучшего чата. Вот, он и так крут. Станга ведь по чату, это не идеально, потому что я базару ноль. Базару ноль, лаки. Чат, потому идеальный. Потому что мы будем. Вопросов нет, слышно? А, да, да. Отлично. Ну вот, ты будешь сейчас слышать, как раз мы будем нормально общаться. Так вот, лаки, дружище, пожалуйста, чуть-чуть меньше этот, как это там, редюс, уменьши, уменьши дружище этот, там, этот, баны, потому что парни же и так нормально пишут. Они, вот, они общаются, ну, то есть, все как бы нормалек. Пусть они пишут эти пять восклицательных знаков. Зачем удалять? То есть, ну, нормально же, приятно. Да, и так у нас лучший чатик. Вот, поэтому, парни, не обижайтесь, если вдруг кого-то удалят. Ты, лаки, я попрошу чуть-чуть, этот, чуть меньше, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть меньше этот, выставлять претензии пацанам. Короче, сегодня сидел мой брат, Витя, я вас ознакомил, это Стас, мой друг, вот. Я в его стуле сижу. Да, меня кто-то видел, кто-то не видел, не знаю. А там нам дядя Гиря пишет. Да, 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 сейчас, 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 сейчас. Ну, давайте я быстренько отвечу, и мы продолжим смотреть на... Все в танк, на все в танк. Значит, что касательно куба льда, никто не знает, это такой мини-спойлер, приколы, что-то такое. Значит, что касательно... Мистер Монг, ну вот мы только что обсуждали, как бы, как таковых ультра-правил нету, но мы придерживаемся правил, ну, там, просто обычного текста. Да, без капса, без многого знака и все остальное. Вот, но я бы не это. Ты не пошутил, это не из-за этого тупо, просто из-за четырех восстательных знаков. Вот такая вот хердя. Так, где Альгири, говорит? Здорово, ребят, говорит, все, говорит, я закончил учебу, сегодня затащил диплом на 4, наконец-то можно немного отдохнуть и потом бежать на работу. Ты думаешь, что это так хорошо? Слушай, диплом это круто, 10 минут позора, и вы дипломированные специалисты, это у всех. Да, 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 короче, наконец-то можно немного отдохнуть. Не, на самом деле работа это хорошо, потому что за работу платят деньги, большие или маленькие, а когда ты учишься, денег тебе не платят, вот, а все-таки лучше с деньгами. С деньгами по-любому лучше. Да, да, поэтому так. Хорошо, парни, сейчас подумаем, может быть, поиграем в Strikes, ну, как бы, посмотрим, посмотрим. Так, ну что, ты думаешь, если я буду играть, народу будет больше? По-моему, народу больше интереснее смотреть на этот, на OpenCasing, тем более парни ждут. Вот, так что сейчас посмотрим. Все, мы готовы смотреть. Готовы. Блин, ну, не знаю, мне кажется, этот ивент хотели не летом выпускать, а зимой. У меня почему-то такое ощущение. Его не хотели, его выпускали несколько раз зимой, это просто у них нету ивента на лето, поэтому они решили, что зимний ивент будет заебись летом. Нафиг его писать, если его можно просто запустить, да? Да, да, да. Просто птикал в том, что вот было бы логично, например, кубик льда, да, например, чтобы летом он, типа, разморозился и там что-то выпало из него. Ну, логично, согласен. А так, зимой? А зимой надо кубики для виски ложить, чтобы они зимой заморозились, и вы его в виски положили зимой. Типа того, типа. Блин, ну контейнеры за золото, это просто, мне кажется, это раз в год. Ну, знаешь, все относительно. Очень дорого. Знаешь, почему относительно? Потому что я, например, получаю танчик 19-го, 10-го, ну, 10-го левела, да, то есть, например, на Новый год он обычно обходится в 50-100 тысяч золота. Ну, обычно в районе 50-ти. Я тебе скажу, когда я обычно какую-нибудь странную восьмерку получаю за 45-50 тысяч золота, по-моему, нормальный ивент. Ну, кому как, кому как. Я вот не доначу особо, поэтому для меня это, конечно, дорого. Не, я с тобой согласен, что, ну, это гибануто, ну, конечно, покупать там без такого количества золота. Таковая игра, то есть, игра рассчитана так, что ты, если хочешь, то просто играй, просто без доната. Уууу, повезло, повезло. Да, 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 то есть, если хочешь... Я сейчас на греха не надеялся. Не, 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 нормально, 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 так, ну, на восьмом контейнере, так сказать. Сегодня живем, значит. Короче, хочешь, можешь играть без доната, хочешь с донатом. А тот, кто собирает вообще все танчики, да, то тем, конечно, надо иметь золото. Но зато я золота не трачу просто так, и как бы плюс-минус его как-то баланс плавает. Полпасы, ивенты, мелочевка, там где-то подписки, где-то ребята что-то подарят, где-то разработчики что-то начислят. Если его не сливать впустую, ну, как бы даже камуфляжа не покупаю, в принципе, его хватает на все это баловство. Но изначально я, конечно, задонатил нормально. Ну да, потому что сейчас, вот, например, начинать с ноля, это очень страшно. Из-за этой экономики будешь постоянно без денег сидеть. Денег нет, не было, и не надо. Ну да, как минимум, один крутой схем, хотя бы на восьмой уровень. Ну, даже второй. Не, ну сейчас тебе экспо-экспо-контейнер ты откроешь, и может быть тебе нормально фортанет. Ну, у тебя есть 15 тысяч золото, и ты за 15 тысяч золота, в принципе, можешь купить себе какой-нибудь один крутой прем. Да, понятно, у меня много танков на самом-то деле. Вот единственный танк, который я прям реально хочу, это даже не вот эти коллекционки, а это Калибан. На хера? Ну, я любитель бутылок. Не, не, это не бутылка, это просто параша. Вот знаешь, вот скажу тебе, бабаха, это нормально шмаляет, крушитель нормально шмаляет. Ну, Калибан, ты еще. Уход на шутер тоже хочу, но мне его нет. Так он бестолковый, понимаешь? Ну, как повезло уже. Ну, у меня сентильный есть, блин. Значит, кредиты, ой, золото, золото. Я еще и на платной основе учился еще вдвойне хуже. Какую, блин, канистра. Ну, раньше, хоть как-то куда-то игрался еще. В середине презентации. Сейчас я не знаю, что есть смысл от играть на четвертом уровне. На четвертом жопу. На ардуино у меня был праздник. Вот это очко было. Так, где Альгир? Сейчас мы про твое очко почитаем чуть позже, когда посмотрим на сундуки. Вы отвечаете неправильно, и ваше очко переходит в середине замок. Да, да. Выходит нахрен... Выходит нахрен из кабинета, где принимает экзамен. Дядя Гирь, спасибо, дружище, спасибо. Сейчас мы почитаем, подожди. И обсудим. Не знаю, по-моему, разработчики устали делать разные танки. Они, по-моему, просто устали. И просто взяли Ctrl-C, Ctrl-V, новогодний Ивэн. У них нет вдохновения просто рисовать очередную какую-то вещь. Я скажу, я уже высказывал эту идею разработчикам. Если они дадут возможность внутриигровое имущество продавать за пределами игры, ну, чтобы это можно было друг другу продать, то есть, ну, за реальные деньги или обменяться. То есть, это просто увеличить аудиторию игры сразу в 10 раз. Ну, как Монтерстайк, то же самое будет. Ну, допустим, пусть они не дают возможность, там, золото пересылать друг другу, но те же танчики. Не, ну, зато это как будет круто. Ну, то есть, кто-то будет играть, кто-то будет фармить, кто-то будет у кого-то что-то покупать. То есть, ну, им нужно, ну, как бы сделать такой открытый мир по кредит, по этой экономике. И это прям просто, ну, представляешь, сколько игроков будет играть в это? Огромное количество людей, которые будут там фармить, упарываться в ивенты, чтобы эти танчики продавать. Ну, то есть... Ну, нам-то игрокам понятно, что это будет выгодно, если честно. Но найдутся, конечно же, челики, которые делают там все тысячу аккаунтов и открывают тут бесплатные контейнеры, а потом все на основу все пихикидывают. Ну, так а в чем проблема потом просто не давать бесплатный контейнер? Ну, то есть, согласись, да? В чем проблема давать бесплатный контейнер тем, кто год-год уже зарегистрирован назад? Ну, например, какие-нибудь легкие акции, там, ну, 15 боев сыграть тоже же слишком дешево получается. Другой 12. Лаки МСК. Даю, дружище, инструкцию. От шести знаков подряд удалять сообщение. Если пять сколок, не трогать. Все нормально, дружище. Все нормально. Так, ну что, вот тут выгодно поднялись. По золоту, прям, хорошо. О, прилетело, прилетело. А ты покупаешь танки просто за золото? Да, просто покупаю за золото на всякие акции, там, на аукцион. Вот, например, купил АМХ Хит Судьб за 10 тысяч на аукционе. Тоже, я считаю, неплохо. Под девятку первый прототип тоже, там, за 4 тысячи. А премиум танки восьмого левела у тебя есть? Конечно, есть. Конечно, есть. У меня все есть. Ну, вот у меня сколько? 16 штук? Ну, у тебя достаточно премиум танков для фарма. Конечно, многие... Да я играю в основном только вот на прожите 46, это вот, блин, лучший, самый универсальный танк. Я тебя понимаю. Просто вот до закатка это... От богов пришло. Открываем, тогда можно, да, можно любой, конечно. 5 вопросов нет. Я здесь не дубликат. КПЗ 70. Ну, неплохо, неплохо. Не было, да? Не было, не было. Поздравляю, вот. Пустанчик. Все, спасибо, спасибо. Всем хорошего стрима. На продвине. Вот плюс один счастливый человек. Нужно знать, когда остановиться. Нет, кто-то нарывает ради удовольствия. Кому-то по кайфу... Можно еще бесплатный. Социалистические контейнеры еще. Социалистические? Ну да, типа того. Понял, понял. Все, спасибо. Все, давай. Пока, мужики. Пока, пока.